Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня не четверг, а пятница, но программа «Подоплёка» в эфире. И у нас в гостях, наверное, один из самых знающих людей в транспортной сфере, Вадим Фальков. И по совместительству, будучи крупным экспертом в транспортной сфере, он ещё теперь руководит комитетом Рейской Думы по транспорту. И обсуждаем мы сегодня мосты. Эта тема этим летом была очень горячей, такой спорной, я бы даже сказала, скандальной. Ну, на следующем летом тоже будет горячий. А что между летом и летом произойдёт? Ну, зима будет. Будет зима, и всем будет лучше? Ну, сомневаюсь, что будет сильно лучше. По крайней мере, если удастся в районе станции Браса к Новому году построить железнодорожный переезд, то остроту проблемы это как-то снимет. Но это не решит проблему по существу, а может быть вы расскажете нам какую-то реально подоплёку с этим Брасовским мостом? Там реально подоплёк, там как таковых, насколько я себе могу представить, нет. Ошибка проектировщика, который неправильно подумал, посчитал. Когда они проектировали ремонт, когда стали разбирать верхнее строение пути, скажем так, а оказалось, что эти железобетонные балки, из которых состоят пролёты моста, мягко говоря, в не самом хорошем состоянии. Следующее, что можно сделать? Первое, продолжить всё это дело подмазывать, штукатурить. Несущая способность их от этого не улучшится. То есть не получится тот мост, через который, грубо говоря, можно будет проехать на новом трамвае. А в чём проблема с новым трамваем? Он тяжелее, чем старый? Он длиннее, он значительно длиннее, и он, да, он тяжелее. Там проблема, наверное, не в самом трамвае, а в распределении нагрузок на тележке или на оси в данном случае. Брасовский мост, когда его строили, был рассчитан на нагрузку в 40 тонн. А при развесовке нового трамвая, в случае, если едут в Межапарк на концерт, всё битком забито, то получается так, что на третью и четвёртую тележке может оказаться нагрузка в 42 тонны. Значит, взвешивать трамвай перед мостом и потом предложить части пассажиров выйти – это не самая удачная идея. Нет, понимаете, реально, наверное, всё, но это не самый хороший выход. А при этом, как долго эти вот оштукатуренные балки смогут продолжать служить, тоже сказать сложно. Значит, есть два варианта. Первое – продолжить делать то, что было начато. Второе – извините меня, заменять балки. Вадим, подождите секунду, вот смотрите, значит, планировался ремонт моста. Очевидно, перед ремонтом моста производились какие-то, ну, я не знаю, предпроектные изыскания. Они не выказали вот этих проблем с балками. Понимаете, предпроектные изыскания сейчас, к сожалению, не включают полного сканирования всего объекта, потому что это просто ремонт. Это не планировалось что-то капитально снести и построить заново. Ещё такой вопрос уточняющий, просто ремонт в отличие там от реконструкции. То есть мы говорим, вот есть реконструкция, есть ремонт, и они, наверное, происходят с какой-то периодичностью. Не происходит, нет никакого понятия периодичности, есть потребность, какие-то конструкции служат дольше, какие-то служат меньше. Есть расчётные периоды, из них исходить тоже не получается, потому что что-то износилось быстрее, что-то дольше. Потому что когда расчётный период у вас идёт 50 лет или там 60 лет, то к ответственности, кто его предсказал, что он будет 60 лет, он оказался не 60, а 50 лет, но призывать уже некого. Ну, вы знаете, вот мы всё время говорим о хрущёвках, о том, что они должны были быть снесены. На 25 лет они были рассчитаны. На 25 даже, да? Они были рассчитаны сначала на 25 лет, потом им продлили срок службы, потом им опять продлили срок службы, сейчас их срок службы определяют правила Кабинета министров. Отлично. Кабинет министров может назначить любой срок, да? Не исследуя вопроса. Ну, хорошо. То есть, соответственно, был определён срок службы для хрущёвок, а для Брасовского моста определялся срок службы? Вот его строили, вы даже как-то показывали фотографию в Фейсбуке о том, как проводились испытания. Как проводились испытания? Это были, извините меня, грузовики так называемые Пятитонки, там стояло 5 грузовиков в шеренгу в 2 ряда, извините меня, все эти испытания, они такими и были. На тот момент и трамваи были другими, и потоки транспорта были другими, то есть то, что было построено в 1958 году, то было построено. С тех пор поменялось множество нормативов, в том числе и на железной дороге. На Брасовском мосту крепление несущего троса контактной подвески прикреплено к балкам моста. Уже с середины 70-х годов такое подвешивание не допускалось, то есть мост должен был быть выше. Сейчас у железной дороги снова план перейти с постоянного тока 3 кВ на переменный ток 2 на 25. Это значит, что конструкции должны быть еще выше. Значит, мост, если происходит замена конструкции, то вступают в силу новые требования. Значит, несущие конструкции моста, если их заменять, должны быть на полтора метра выше. Соответственно, ремонт, который планировался изначально... Пять лет назад планировался ремонт. Не планировались замены несущих конструкций. А прошло время, выяснилось, что будет меняться контактная сеть, и, соответственно, все конструкции должны быть на полтора метра выше, и все надо строить заново. Но если бы не предусматривалась замена несущих конструкций, то проблема, что с этим делать, была бы проблема железной дороги. Если изменяется конструкция моста, то в таком случае это проблема владельца моста, как он сделает по новой. То есть старые строения не перестраиваются. То есть отвечает за перестройку строения тот, кто что-то перестраивает. Если железная дорога просто меняла бы напряжение, а Брасовский мост стоял в таком виде, в каком он состоял, то была бы проблема железной дороги углубить себя на полтора метра, поставить какие-нибудь другие энергогасители или еще как-нибудь, экранирование – это была бы их проблема. А так как если заменять сейчас несущие балки моста, то да, это проблема Риги. То есть, соответственно, Рига за свой счет в какой-то перспективе должна будет придумать, как железная дорога будет проезжать под этим мостом? Ну, не проезжать железная дорога, а как будет соблюдено то требование, которое выдвигается железной дорогой на данный момент. Пять лет назад никто ни про какую смену напряжения в контактной сети не говорил и так далее. Ну, то есть, объективно говоря, выяснить на этапе начала работ о том, что их объем и качество будут… Ну, я не берусь вам сказать, что там было пять лет назад, когда все это начиналось, я прошу прощения. Ну, может быть, просто у нас проблема в том, что мы слишком долго проектируем в нашей стране, может быть, в других странах это делается быстрее и, ну, там, условно, с такой же проблемой какие-нибудь литовцы справились бы раз на два. После того, как имело место известное событие с универмагом Максима, все нормы и требования были изменены законодательно. Сейчас само по себе проектирование даже фонарного столба займет примерно год. У города должны быть так называемый план трехлетний перспективного развития, где все, что он собирается сделать, должно быть прописано заранее. Сначала ждется очередь на проектирование, потом делается проектирование, потом получается финансирование на реализацию. И да, кратчайшие сроки, самые быстрые, какие только можно придумать, да, это три года. Хорошо. Мы сегодня обсуждаем проблему мостов и дорожной сети не только в Риге, хотя у нас в студии эксперт Вадим Спальков, который возглавляет комитет по транспорту Рижской Думы. После перерыва мы свяжемся еще с одним специалистом, который использует нашу дорожную сеть как инфраструктуру для транзитных перевозок по нашей стране. А сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу. Возвращайтесь в студию. Сегодня мы говорим о мостах в программе «Подоплека». Еще раз добрый день. В эфире программа «Подоплека». Говорим о мостах, о дорожной инфраструктуре. В студии работают авторы и ведущие Людмила Прибыльская и приглашенный наш эксперт, представитель комитета Рижской Думы по транспорту и один из ведущих специалистов в этой сфере – Вадим Фальков. Сейчас мы свяжемся с нашим экспертом Светланой Воронцовой. Она является одним из специалистов по тяжеловесным и крупногабаритным грузам. В частности, ее компания когда-то привезла на рижскую ТЭЦ турбину массой, по-моему, 330 тонн. Это была беспрецедентная такая перевозка. И как пользователь Светлана имеет свое мнение о том, как Латвия, как страна, учитывает интересы бизнеса в планировании своей инфраструктуры. Светлана, добрый день. Добрый день. Светлана, вот мы смотрим сейчас статистику портов и, к сожалению, Рижский порт, который в 2014 году закончил год с рекордным результатом, этот рекорд повторить не может, в то время как Клайпеда последовательно наращивает объемы перевозок, в том числе и, наверное, по вашей теме, то есть перевозок крупногабаритных длинномерных грузов. Вот в чем дело? Вот как вы, как человек, который планирует перевозки, можете оценить отношения и, может быть, подходы разных стран к нуждам перевозчиков? Во-первых, спасибо большое, что меня пригласили прокомментировать данную проблему. Наверное, я никого не удивлю, сказав, что мы очень сильно отстаем от Литвы в плане предприимчивости. И это касается тоже сферы неговоритных перевозок. То есть у нас с вами тоже есть такая же граница в Беларусь, как и у Литвы, но Литва эксплуатирует свой единственный порт на полную мощность, в отличие от того, что мы имеем несколько портов в нашей стране, через которые мы могли бы провозить транзитом грузы габаритные и негабаритные. Сейчас, минуточку, я включу, у меня входящий звонок мешает. Да. Алло. Да, слушаем вас. Меня слышно? Да, слышим. Значит, я хочу вот сразу привести актуальный пример. В данный момент наша фирма перевозит турбины для реконструкции рижской ГЭС. Уже перевезено 4 турбины, на очереди 5-я и 6-я. 5-я будет перевозиться, наверное, в конце января и февраля. Везем мы через город Рига, через терминал РЦТ. Нюанс этой перевозки. Турбины тяжелые. Это колесо турбины, оно весит 149 тонн. Разработан маршрут перевозки 4 года назад, сделан проект. Маршрут не меняется. И везем мы напрямую от РЦТ по улице Экспорта, потом по Красто, по набережной 13 ноября. И так выезжаем в сторону Салостылса. Ну, то есть фактически везете по прямой? Да, по прямой. Везем ночью, чтобы никому не мешать. Высота у нас там 4,95. Мы под всеми пролетами мостов проезжаем. И летом, вот последний раз, это не летом, это в мае, началась внезапно для нас, если честно, смена покрытия на улице Красто. Она должна была начаться на неделю позже. У нас на руках готовое разрешение, готовый проезд, все заказано, полиция, техника, у нас прямая перегрузка судна на трейлер, мы не можем стоять. И тут мы узнаем, что ночью оградили часть полосы, где мы должны ехать, где самое низкое место, проехать под одним из пролетов островного моста. И уже мы там ехать не можем, там уже начались работы. Мы звоним в дорожную дирекцию, звоним в Рига Сатекс, мы с департаментом движения. Как же так? Вы же нам дали согласование проезд, почему там начатые работы? Они нам говорят, а мы не знаем, мы не должны были начинать. Как? Уже начали, мы ничего не знаем. То есть мой вывод, у нас отсутствует полностью координация в структурах Министерства сообщения. Я не знаю, кто кому там подчиняется, если честно. Дорожная дирекция, Рижский департамент движения должны работать вместе. Должны, и так же со строителями, они должны друг друга онлайн информировать о том, что начинаются работы, будут какие-то ограничения движения. И знать о таких значительных перевозках, а я считаю, что это значительно, потому что вес больше 200 тонн. Это государственный проект, проект для Латвэнерго. Никто никому ничего не сообщает. Честно скажу, мы просто сами, договорившись с рабочими, отодвигали там знаки ограждающие, пытались проехать. Так проехали в итоге? Провезли турбину? Ну, конечно, проехали. Мы провезли, довыдели. Но это не первый раз, когда несостыковка и отсутствие информации и отсутствие гибкости в работе строителей, ремонтников мешает нам провозить грузы. В предыдущий раз на кольце перед Рижской ГЭС был ремонт. И прямо вот в ночь перед нашей перевозкой они решили срезать асфальт. Мы позвонили руководителю проекта, умоляли, пожалуйста, сделайте так, не этой ночью срежьте. Или мы проедем, а потом срежьте. Но не мешайте нам проехать, потому что это опасно. Если там хоть одно колесо в модулярном трейлере взорвется, мы там и останемся. Единственное транзитное шоссе, которое идет как раз через этот круг, будет заблокировано. Никто нам не помог. Они срезали, мы проехали. Слава Богу, ничего не взорвалось. Но факт тот, что никто не идет навстречу. Ну, то есть в аналогичной ситуации в Клайпеде ведут себя по-другому, например? Ну, во-первых, там если согласовали, то дается какой-то вот коридор проезда. Ну, допустим, там неделя. Мы в эти сроки проезжаем, ничего не меняется. Я не скажу, что они прямо... То есть вас не ставят перед фактом, что срезали дорожное покрытие в ночь перед вашей перевозкой? Да, вы видите, как хотите. Я не хочу, значит, хвалить Литву. Я просто знаю, что нам нужно делать что-то в нашей стране для того, чтобы у нас шло все вперед и транзит к нам вернулся. Нам нужно глобально задуматься о том, что должны быть транзитные коридоры, вот конкретно для нашего вида грузов, которые должны приносить доход нашему государству. Этих коридоров у нас сейчас живых нет. Вообще между, допустим, Латвией и Белоруссией сейчас рабочая граница для провоза негабаритов только одна. Паттерники Грегоровщина. Сила на Урбане закрыта. Почему? Да, граница. Ну, потому что все закрыли для провоза негабаритов. Я не знаю, чья это инициатива белорусская. Возможно, что белорусская инициатива, потому что там находится заповедник рядом возле озера. Брасловское озеро, по-моему. И, может быть, они не хотят, чтобы там ехали с негабаритными грузами, чтобы не ехали по территории заповедника. Поэтому только все грузы идут через паттерники Грегоровщина. Хорошо, Светлана, вы говорите о том, что эти грузы приносят доход нашей стране. Но, может быть, это не такой большой доход, из-за которого стоило бы стараться? Ну, подумаешь, ваши частные интересы. Ну, да, Рижская ГЭС, конечно... Интересно и интересно. Рижский порт. Рижский порт. Возьмем один случай. Одна перегрузка такого груза, даже если бы не была задействована инфраструктура порта, просто за использование причала, может стоить от 4 до 10 тысяч евро. Просто перегрузить один груз. А если их много? А вы же хотите, чтобы в портах была работа, чтобы порты не падали в оборот, а увеличивался или был стабильным? Почему нет? Я считаю, что если то, что мы не используем нашу позицию как транзитную страны, ну, хорошо, давайте перейдем в туризм, я не знаю, еще во что-то. Но все равно у нас есть ЛНК Индестриз, например, большое предприятие, которое готово производить части, кстати, ферм, мостов для других стран, металлические конструкции огромных размеров. Ну, попробуйте их провести через Ригу. Это же большая проблема. ЛНК находится на грани, это их основное производство, на Дарс, Трема. Так что я думаю, что нужно делать все, чтобы... То есть это не только вопрос организации транзита, но и вопрос увеличения экспортного потенциала страны, которая могла бы, допустим, те же фермы мостов поставлять с предприятий в Латвии, в смысле в Риге или в Лепе на экспорт. Ну, в Лепе, может быть, проще это делать? Ну, Лепая сейчас свой транзит, она обозначила транзитный маршрут, есть выезды из города, ничего не могу сказать, Лепая молодец, так же, как и в Ленске. Они все сделали для того, чтобы не мешать городу. Ну, то есть, с вашей точки зрения, что нужно сделать, чтобы в Риге вот эти транспортные коридоры появились и получили какой-то статус, это нужно решение какой-то совместной Рижской думы и Министерства сообщений или... Ну, вот как бы вы видели это? Я думаю, что три должны быть участвовать здесь структуры. Министерство сообщения, Латвийские государственные дороги и, наверное, Рижская дирекция движения. То есть, они все должны, муниципалитет, Латвийские дороги государственные и Министерство сообщения. Все три структуры должны совместно сесть и разработать, где будет этот порт, где будут переваливаться эти грузы. Сейчас у нас остался только РЦТ, но там планируется... Рижский центральный терминал. Да, Рижский центральный терминал. Мы переваливаем и перевозим. Там два крана тяжеловесных. Из Рижского универсального терминала мы ограничены по проезду по высоте. Из-за авиадука, который находится... Выезжаем с улицы Светснов-Грависа в сторону... Там развязка. Под ним там 4,8-10 максимум можно проехать. Из РЦТ можно гораздо выше выехать грузами. Я считаю, что расположение порта в центре города, не совсем удачное. Нужно его выносить как-то за пределы центра. Ну, если мы будем ориентироваться условно на Криеву Салу, то мы же попадаем там на мосты? Там тоже неблагоприятная ситуация. Ну вот. К сожалению. Хорошо. Светлана, вот по поводу транзита на Беларусь. Мне кажется, что в каких-то наших беседах ранее вы упоминали, что количество маршрутов, по которым можно вести транзитные грузы на Беларусь, оно сокращается и как раз из-за мостов, которые в сельской местности приходят в негодность или закрываются для провоза тяжелых грузов. Вот реально сегодня какие возможности есть провести этот груз на Беларусь? Ну, реально сегодня, я сказала, у нас один пункт проезда в Патерник и Григоровщина, перед которым находится маленький городок Краслова. Кстати, хочу прославить Краслову муниципалитет Красловский. Они молодцы, они очень следят за инфраструктурой, то есть за единственным шоссе, который проходит по территории этого маленького городка. Каждый раз, когда мы едем, нужно согласовывать свои провозы и габаритов через все муниципалитеты, через все города, которые ты едешь. К сожалению, на сегодняшний день не все добросовестно выполняют это требование. То есть зачастую его, точнее, не выполняют. Особенно в Елкове, насколько я знаю. Там практически не знают, что такое согласовать провоз негабарита местной власти. То есть они вас воспринимают какое-то отягощение назойливого какого-то требователя, который непонятно что хочет. Да, они каждый раз, допустим, в Елкову, когда мы звоним, они говорят, во-первых, мы вам ничего согласовывать не будем, пусть нам там звонят с дорожной дирекцией, мы им будем согласовывать. Вы кто такие? Вы перевозчики. А дорожная дирекция сейчас вообще переходит в автоматический режим. Даже система работает онлайн. То есть не нужно ни с кем связываться для того, чтобы оформить разрешение. И получается, что каждый раз ты звонишь, я говорю, а это не вы нам снесли светофор, а это не вы нам испортили. Мы говорим сейчас не о том, что кто-то вам что-то сделал, а о том, что мы сейчас поедем и хотим проехать безопасно. Пожалуйста, согласуйте нам маршрут на данные размеры. И давайте вернемся к Даугасу и проезду на Беларусь. Значит, на Беларусь мы будем ехать уже по такому маршруту, который идет по правому берегу реки Даугава. Существует два там маршрута, которые все используют. И тот, что был раньше вокруг Даугаса, он больше никому не нужен, потому что Силана закрыт для негабаритов. Значит, у нас только на паторнике мы едем. И там идут ремонты, там идут постоянно какие-то работы. Ну, не скажу, что все плохо. Нет, все, наверное, больше улучшается. Но есть один нюанс. Стали строить круги, которые невозможны для проезда многоосевого транспорта. Эти круги неграмотно построены, без учета того, что поедут такие специальные автопоезда. И мы пытаемся с этим бороться. Пытались, писали письма. Пожалуйста, учтите то, то и то. Сделать, вот есть такой опыт, не ставить бордюр на кругу, а ограничить другим видом дорожного покрытия. Напротив поставить, положить, простите, булыжник в качестве обозначения круга. То есть оси трейлера могут заехать на этот булыжник не так, как на бордюр. Таким образом не повреждается ни инфраструктура, ни техника. Но нас никто не слышит, потому что даже однажды нам написала Валстейль ответ на наш запрос о том, что Батвия предназначена только для проезда стандартного грузового транспорта. То есть, типа, наша страна не предназначена для проезда негабарита. Понятно. К сожалению, мы боремся сами, как можем. Надеюсь, мы выживем в этой борьбе, выстроим. Или будете ехать через Клайпиду. Или будем ехать через Литву. Но я надеюсь, что не все так плохо будет. Я верю в то, что можно будет сделать все быстрее, эффективнее. И, может быть, брать опыт от других каких-то стран, которые научились создавать коридоры для провоза негабаритов. Такие страны есть. Хорошо, Светлана. Спасибо вам за ваш комментарий. Я думаю, что в следующей программе, которую мы планируем провести вместе с Латвия-Свалсцель, с латвийскими государственными дорогами, мы эту тему еще раз поднимем и попробуем выяснить их позицию по этому вопросу. Спасибо вам за комментарий и всего доброго. У нас в эфире была Светлана Воронцова, руководитель компании «Ултима», которая занимается крупногабаритными тяжеловесными грузами. В частности, сейчас везет турбины для Рижской ГЭС из Рижского центрального терминала. Я должен прокомментировать. Да, давайте прокомментируйте. Нет координации, с этим вы не будете спорить. Государственные автодороги я комментировать не буду. Это все-таки их компетенция. Что касается улицы Красно, мне сложно комментировать, как там произошло, потому что если такое разрешение дано, извините, грубо говоря, компьютерным языком, оно у них там должно подсвечиваться красным. Как там получилось, можно выяснить. В любом случае, это имевшее место быть уже не отменят. Что касается ремонтов любых, мне хорошо известно, что наоборот все просят, давайте скорее начнем, давайте скорее начнем. Я поинтересуюсь, что там было с улицы Красно и каким образом там могла произойти это не столько. Сейчас не знаю. Что касается негабаритных грузов, это первое, все-таки частные случаи, потому что все инженерные сооружения, которые у нас возводятся, они рассчитаны на максимальную высоту транспорта в 4 метра, на максимальную ширину транспорта 2,6 метра. Как только получается негабаритный груз, звонившая сказала, что там высота 4,8, понимаете, была бы она 5,6 высота, и дальше что, она тогда никуда вообще не пролеет. То есть, увы, дорожная инфраструктура, если она строится каким-то требованием, то она вся будет плюс-минус такой. Хорошо, у нас есть сейчас звонок, мы прервемся, послушаем нашего слушателя. Добрый день. Мы вас слушаем, говорите. Добрый день. Я в эфире или нет? Да-да-да, мы вас слушаем. Вот у меня вопрос к господину Твалькову. Поскольку речь идет о мостах, вот о Брасовском мосте, нам в частности речи говорили, вот все трудности с сегодняшним положением, с сегодняшним проездом, я сейчас как раз еду, проезжаю мимо, испытываю в очередной раз неудобства. На мой взгляд, связаны с недостатком планирования, который ведет Рижская дума в отношении мостов вообще. Я в частности говорю про мост в районе Сарком-Далгове, который был обещан, планировался, насколько я помню, по высказываниям господина Америкса, три года подряд. Объявляли, что мы начинаем конкретно в апреле, начинаем в мае, потом начинаем в следующем году и так далее. Сейчас перестали о нем упоминать вообще. Вы могли бы как-то прокомментировать, что ждет? Слушай, я очень хорошо представляю, если бы сейчас работал мост через Сарком-Далгову, не было бы никаких транспортных коллапсов. Спасибо большое за комментарий. Значит, первое, коллапсы, коллапсы, как угодно, они бы были, они были бы в другом месте, сейчас даже не буду. То есть на выезде? Они бы были на выезде с улицы Твайка на Гани Будамбис. Там уже сейчас пробка большая стоит. Понимаете, перенос затора из одного места в другой не отменяет самого затора. То есть если что-то делать, либо это необходимо делать по частям, начиная от основного объекта и дальше, 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 но это получится как с Южным мостом. Вот нету съезда на Венебазгатве и нету. Он планировался, он планировался. Что касается Красной Двины, я не берусь вам отвечать за господина Америкса, если он кому-то что-то в каких-то эфирах напрямую говорил с месяцами. Я знаю, что обычно пытаются какой-то срок вытянуть, а потом рассказывают, вот вы обещали и не исполнили. Ещё раз повторяю, любое проектирование натыкается на те или иные непредвиденные обстоятельства, где-то завернули проект, где-то не согласовали, где-то надо переделать, где-то там и так далее. Это проектирование. Что касается сегодняшнего момента. Значит, на сегодняшний момент у города Риги пять проектов, которые завязаны на европейское софинансирование. Один из них – это мост на улице Твайка. Недели две назад, где-то в 10 утра, у меня раздался звонок с вопросом, прокомментируйте, пожалуйста, слова министра о том, что у Рижской думы заберут европейское софинансирование на дорожные проекты. Значит, извините, не берусь я комментировать высказывания в Фейсбуке. И все-таки это не тот повод. Да, вот получим письмо, тогда посмотрим. Значит, на данный момент все проекты, которые были запланированы, они планируются дальше. Пока мы официально никаких писем ни от кого о том, что это софинансирование забирается, не получили. А о том, что были разговоры между мэром и министром, что это софинансирование могут отнять, да, такие разговоры были, у меня стенограмм нет. Ну, то есть проект на улице Твайка связан с еврофинансированием, если его не будет, значит, проекта не будет. Я не могу сказать, будет или не будет, а когда будет. Значит, Южный мост в том месте, где он построен, сейчас был спроектирован в 1937 году. По поводу, да, построен в 2008, да. Значит, по поводу моста с улицы Твайка, красные линии там означены. Построить его можно только в том месте, пока никаких других красных линий нет. Вопрос в том, когда его можно будет начать строить. В этом году, в следующем году, или в следующем финансовом периоде Европейского Союза, вот это я вам сказать не берусь. Дальше, по поводу улицы Твайка, я не видел с проекта готового самой улицы Твайка. Сначала там думали, сделай четырехполосную магистраль, потом была встреча жителей общественности с представителями Рижской думы. Это было еще в прошлом году, и сказали, что будет не четыре полосы, а две полосы и променад. Никакого готового проекта по улице Твайка я пока не видел. И если мы говорим про путепровод, то эскизный проект я видел, я себе представляю, как он может выглядеть. Это вот весь мой комментарий. То есть спросить у меня сегодня, когда его построят, извините, я вам ответить не могу. Это зависит от большого количества факторов. Вот у вас здесь будет Латвия-Свал с цели, возможно, вы пригласите в студию также министра транспорта, спросите о дальнейшей судьбе европейского софинансирования рижских транспортных проектов. Это мост Твайка, это восточная магистраль, это южная магистраль от улицы Бауска, Сдове-Небозгатве, это съезд с южного моста, и это продолжение реконструкции островного моста. А Дегловский мост? Так, Дегловский мост, он проходит, но это происходит сейчас, там, понимаете, что-либо забрать или что-либо дать, это происходит в рамках большого проекта, в том числе, я бы сказал так, ревитализации окрестностей стадиона Доугова, все это завязано на том, что там хотят построить ледовый холл, извините, но вот это уже не вопрос муниципалитета. С Дегловским мостом ремонт сейчас, опор продолжается, движение перенесено на южную часть моста, потому что ремонтируются северные опоры, в этом году, скорее всего, ничего не поменяется, ремонты продолжатся и в следующем году, и предположительно, если опять-таки ничего, не произойдет, да, то в следующем году, скорее всего, его можно будет уже сдать в эксплуатацию, полностью по всем четырем полосам. Никаких гарантий вот сегодня, что опять там чего-то не вскроется, опять не потребуется какой-то просверл, опять не приедет какой-нибудь чиновник со словами, все, мы закрываем здесь движение, извините, я не могу. Спасибо Вадиму Фалькову за этот позитивный последний сигнал о том, что Дегловский мост все-таки будет работать, скорее всего. Мы будем ждать встречи с латвийскими государственными дорогами и, возможно, с министром сообщения, чтобы он все-таки разъяснил политику Латвии в отношении транспортной инфраструктуры, а в эту пятницу с вами в программе «Подоплёка» была автор и ведущая Людмила Прибыльская. В следующий четверг мы встретимся с вами, как обычно, с 12 до 13 часов и будем говорить о приятном. Это будет секрет. Всего доброго. До свидания.